Здарова, народ! Всем отличного настроения, вы смотрите канал China Gadgets, и сегодня, ребятушки, я припас для вас очередную мега заряженную новиночку, прикол с просторов Алиэкспресс. В этой картонной коробке находится смартфон, я бы сказал, с максимально сбалансированными техническими характеристиками на доллар стоимости, потому что вот сейчас будет очередная распродажа на Алиэкспресс, и его можно будет купить примерно за 219 баксов. Что же мы получим за этот прайс, ну давайте-ка разбираться. Опять же, у нас тут 12 гигабайт оперативной памяти, 256 гигабайт накопителя, вполне себе мощный производительный 8-ядерный чип от компании Mediatek, следом у нас 15 тысяч миллиампер часов, такая капитальная батарейка с 33-х ваттной быстрой зарядкой NFC, есть две модификации, одна с лазерным дальномером, другая с фонариком таким бронебойным здоровым. Также наш герой может похвастаться вполне себе крупным 120-герцовым современным IPS-дисплеем Full HD+, ну и многими другими фишками и плюшками, там есть NFC, глобальная версия прошивки и так далее. Повторюсь, все ссылочки на магазин, где я приобретал данный смартфон, будут в описании под этим роликом, ну а мы, ребятки, приступаем к вскрытию, давайте-ка посмотрим на этого зверя вживую. Ко мне в Краснодарский край посылка со смартфоном шла, как всегда, примерно около двух с половиной недель, повторюсь, ссылки будут в описании. Погнали, ребят! Та-дам! Ну, я думаю, многие уже догадались, что это новиночка от компании Blackview, Blackview BV9300. У нас с приставочкой 4G, возможно, в будущем выйдет еще и 5G-версия. И, кстати, вот смотрите, что они себе позволяют. Они написали тут 21 гигабайт оперативной памяти, то есть у нас по умолчанию идет 12, плюс еще 8 дополнительных гигабайт расширения оперативки. И, честно говоря, как на мой взгляд, ну это излишне, и 12 выше крыши под любые задачи. А, и логотипчик у нас тут еще ArcSoft, то есть камеры нам прокачали. А, 50-мегапиксельный основной сенсор тут используется. Ну, в принципе, со всеми техническими характеристиками я познакомил вас буквально пару секунд назад. Низна фронталка, 32, 50 основная и 8 получается ширик. Продолжаем вскрытие. Ну, и что ж, выходи, монстр, давай-ка удивляй. Ну, и, собственно, первым делом нас встречает, конечно же, комплект поставки нашего сегодняшнего героя Black UBV 9300. Все технические характеристики и, разразумеется, у нас тут блок зарядного устройства и USB кабель. Сейчас давайте-ка быстрее. Ох ты, ну, первое, на чем я хочу заострить ваше внимание, то, что это действительно такая вот брутальная махина, которая весит. Ну, если что, вот тут будет у нас вес данного смартфона указан, так что не переживайте, я это не упущу, потому что смартфончик такой видно для солидной мужской руки. Следом у нас идет руководство пользователя мультиязычного, русский язык там тоже присутствует. Медиатор, это у нас специальный ключ, которым можно извлечь сим-лоток. Но что-то мне подсказывает, я, в принципе, уже думаю, там можно, в принципе, обычным ногтем. Если ноготь какой-нибудь есть, рабочий ноготь, то можно поддеть. Следом у нас идет блок зарядного устройства. По всей видимости, да, у нас тут используется USB-C разъем, уже все максимально трендово, современно, 33-ватта, быстрая зарядка. И, конечно же, USB-C кабель USB-C. На USB-C, ребятки, это стоит учитывать. В принципе, сейчас уже, наверное, большинство блоков, даже если у вас какой-то отдельный есть, в нем уже, скорее всего, есть USB-C разъемчик. Так, в принципе, вот так выглядит комплект поставки. Да, хотелось бы увидеть чехольчик, но с чехлом, мне кажется, этот монстр вообще ни в какие широкие штанины не влезет. Ну, он прям очень-очень солидный, не спорю. У нас были на тестах и потолще аппараты, но этот такой вот действительно реально очень солидный 15 080 мАч капитальная батареечка. Итак, ладно, давайте-ка убираем все эти ненужные транспортировочные пленки и ознакомимся с экстерьером этого монстра более подробно. Да где ж тут подлезть? На лицевой стороне Black UV-V9300 находится, конечно же, отверстие под глазок фронтальной камеры. Сверху по центру дисплея это не челка, не каплевидный вырез, так что все максимально мейнстримно. Так, сверху у нас есть и датчики, и разговорный динамик. Ну и, собственно, сам дисплей с диагональю в 6,7 дюйма. Справа мы найдем качельку регулировки громкости и кнопку включения со встроенным прямиком в нее сканером отпечатков пальцев. На левом же торце, опять же, классика для броневичков Black UV. Тут есть такая вот здоровенная оранжевая кнопка. Это у нас, собственно, клавиша для того, чтобы можно повесить пленок на нее, например, часто вызываемый вами контакт или часто используемое приложение. Ну и сверху есть слот. Как я говорил, он подковыривается ногтем, и тут у нас можно поставить либо две наносим карты, либо одну наносим карту и карточку памяти. Сверху мы найдем, кстати, в нашей вариации это лазерный дальномер. На нижней же грани, в свою очередь, есть два вот таких вот отверстия. Это, собственно, крепление для ремешка, карабина и так далее. Следом идет прорезь основного динамика громкоговорителя и закрытая, так сказать, дверь, под которой, в свою очередь, скрывается USB-C разъем. Ну и на тыльной стороне этого бронетранспортера находится такой вот здоровенный брутальный глазок основной камеры с металлическими вставками защитными. А тут у нас располагаются три датчика, вспышка, надпись AI-камера, ну и вот такое небольшое отверстие, по всей видимости, это клапан давления или же направленный микрофон. Спускаемся далее, тут есть такая вот симпатичная текстурка, ну и, конечно же, логотип компании Blackview. Что ж, мои дорогие друзья, как я уже сказал, аппаратится максимально мужицкий, брутальный, такой увесистый, в руке лежит, опять же, максимально солидно, есть небольшие скошные грани, поэтому я бы даже сказал, это еще удобно. Хотя смартфончик далеко не самый компактный, ребята, это стоит, опять же, учитывать. Ну а внешка вполне себе такая вот ожидаемо предсказуемая для броневичка, вполне себе современный такой внешний вид. Но, опять же, это нишевый аппарат для тех, кто знает, для чего он приобретает такой девайс. Хотя сейчас броневички уже немного, ну, подтянулись так нехило по железу, по камерам, и его можно назвать сбалансированным в целом смартфоном для любых, опять же, задач. Ну, все-таки с упором, конечно, на походы, рыбалку, охоту, стройку и так далее. Плюс ко всему, лазерный дальномер, он может, я бы сказал, пригодиться больше, конечно же, ребятам, которые задействованы в сфере строительства. Вот так вот. Ну и если сравнить с его предшественником, это совершенно кардинально разные смартфоны. BV9200 против BV9300. Разумеется, они не конкуренты, но вот этот вот аппарат, ребят, отличался тонкостью BV9200. Он прям действительно, как обычный среднестатистический смартфон в бронечехле, ну, в обычном крепком чехле. То есть, он действительно тонкий. Этот же смартфон, ну, это прям такой вот солидный кирпич, я бы даже сказал. А тут 5000 мАч против 15... Раз, два, три. Тут, напомню, 5000 мАч против 15000 мАч. Три смартфона. Ну, я бы не сказал бы, что он втрое толще, я бы сказал, в 2,5, но все равно прям по весу это действительно чувствуется. Так, ладно, в общем, к сборке никаких претензий нет. Это такой форм-фактор солидного классического броневичка. Есть вот такие вот ребра жесткости противоударные. Плюс ко всему, аппарат защищен по всем военным стандартам Military 810. И также IP69 и IP68. То есть, в принципе, он не боится ни воды, ни какой-то прям жуткой жары. Ну, опять же, в рамках пределов. То есть, в принципе, он обеспечивает при минус 30 безглючную работу, должен по стандарту. Также он должен комфортно работать при плюс 50 градусах. То есть, в принципе, опять же, настройки там в цеху и так далее он должен не подводить. Итак, ладно, мы сейчас запускаемся. Проходим все быстрые настройки и продолжаем. Что ж, ребятушки, Бэтмобиль завелся. Все настройки пройдены. Нас встречает, опять же, фирменная оболочка. Да, у нас тут не стоковый Android, как многие могли бы подумать. Для подобного рода броневичков это сейчас норма. Тут собственная оболочка DokiOS. Насколько я помню, 3.1 максимально актуальная версия. В принципе, она довольно сильно уже отличается от стока от Google. Но при этом она такая вот довольно дружелюбная. То есть, в принципе, не перегружена, не какая-то цветастая, яркая. Все максимально, так сказать, олдскульно. Вот эти вот круглые значки, к которым мы все давно привыкли. Вот эти вот продолговатые квадраты там, которые, ну, не всегда удобны. Хотя, в принципе, я уже к ним привыкаю. Поэтому на сток от Google я больше бочку не качу. Все уж потихонечку, кстати, не делом я свыкся. Итак, у нас тут есть модуль NFC. Возможно, бесконтактная оплата. Собственно, тут все часто используемые функции, как всегда, в шторке. Ну, и, конечно же, все Google сервисы непосредственно идут прямиком из коробки. Что касается скорости работы, то, в принципе, опять же, никаких нареканий нет. Сейчас покрутил аппарат в руках, потестировал немножко. Единственное, то, что сейчас, скорее всего, тут у нас не выставлена высокая герцовочка. Напомню, у нас дисплей на 6,7 дюйма. Довольно крупное решение. Единственное, чего я немножко не понял, так это почему вот этот глазок основной камеры, ну, фронтальной камеры. Да, он не самый большой однозначно. Но его можно было бы сюда, сюда, куда-нибудь тут такая вот пиксельная вставка, ну, от Google Pixel, можно сказать, где можно было бы разместить фронталочку. И она вообще был такой полноценный, полноразмерный дисплей без всяких ущемлений. Вообще было бы просто классно. Ну, ладно, в принципе, это, так сказать, максимально трендовая вещь. Итак, заходим в информацию о смартфоне. BV 9300, 12-й Android. Так, надо, разумеется, нашу традиционную сводку на 12 часов произвести. 12-й Android. Я очень надеюсь, что и 13-шка сюда прилетит, потому что, ну, аппаратист-то свежий. Тем более, обновы сюда тоже приходят. Но пока что такая небольшая заплаточка на пару мегабайт прилетала, поэтому, в принципе, я ее сейчас типну даже. Так, Dokios 3.1. Процессор, ну, разумеется, 8-й. Это Helio G99. В принципе, мы его тестировали на кучу устройств, но и тут мы его тоже немножечко погоняем. Итак, 12 гигабайт оперативной памяти, чего, как по мне, выше крыши для любых повседневных задач не нужно. Ему вот это вот можно сразу клацнуть, отключить. Но, в принципе, опять же, каких-то ущемлений у нас в этом плане нет, потому что у нас 256 гигабайт накопителя. Плюс можно поставить карточку памяти, но тогда придется вот это торги производить, либо ставить две сим-карты, либо карту памяти. Поэтому, в принципе, я думаю, большинство пользователей будет ставить две сим-карты и забывать про карточку памяти. Более 256 гигабайт это для такого устройства вполне себе ок. По современным меркам это, ну, неплохо. Но вот этот ползунок до 9 гигабайт дополнительно расширяемой оперативной памяти, как по мне, ну, излишне. Вот реально излишне. Можно на 3 поставить для успокоения души, но я бы вообще, честно, это все выключил. 12 гигов, ну, я не знаю, что нужно делать в таком устройстве, чтобы 12 забить. В топовых игровых смартфонах, на самом деле, вот 8 там чуть-чуть за пределы уже выходит. Прямо, когда максимум графики, когда тесты запущены, там, мониторинги и так далее, вот тогда больше 8 там чуть-чуть захватывает. И то не всегда далеко, поэтому 12 это прям с запасом на будущее, ну, с таким запасом, что, скорее всего, вы поменяете в этом будущем смартфон. Вот тогда они, возможно, вам понадобятся. То есть, еще на пару лет уж точно. Ну, как я сказал, 256 гигабайт накопителя. Разрешение экрана 2388 на 1080 точек, частота 120 Гц. Переходим в настройки этого самого экрана. Итак, вот они, родные. И что у нас тут? Ну, тут, конечно, очень много всевозможных дополнительных поднастроек. Там режим чтения, ночной, черно-белый экран и так далее. И вот плавность. У нас стоит, а нет, сейчас стоит 120. Можно вот эту гибридную смарт поставить. То есть, он сам будет подбирать по частоте. В зависимости от приложения, поддерживает он данную частоту или же нет. Там от разряда батарейки и так далее. Но, как по мне, ставим 120. Вот он должен в любом случае возить в интерфейсе, там, в ютубчике. Хотя, в принципе, ютуб-то в основном-то 60 до сих пор. Ладно, в общем, короче, вы поняли. В приложениях, которые поддерживают, собственно, программерами, все это было предусмотрено. И они поддерживают 120 Гц. Смартфон будет выдавать 120 Гц. G99 это вывозит. И если что касается игр, то там, конечно же, уже от игры зависит. Настрой графики и так далее. Будем тестировать, смотреть. Сейчас я поставлю 120. Тем более, тут 15 тысяч миллиампер часов. Но экономить уж точно нечего и не нужно. Так, что еще? Наболтаем яркость на максимум. Дисплейчик вполне себе яркий для эксплуатации днем под полуденными солнечными лучами. Вполне сгодится. Я бы не сказал, что он прям какой-то супер-мега-вырвиглазно яркий. Но однозначно яркий для IPS. Прям очень неплохо. Ну и минималочка выглядит у нас вот так вот. Оставим где-то здесь, ребят. Чтобы никого, я думаю, не слепить. Хотя, в принципе, наверное, все равно. Я умудрюсь всех слепить. Как я уже сказал, NFC тут у нас присутствует. Ну и у нас тут есть... Ну, я не знаю. Тут под OQS я даже... Что добавить такого? Есть немножко фирменного софта, который, в принципе, клац-клац-клац и удаляется. Он особо не напрягает. Есть морозилка, другие фирменные приложухи. Но по минимуму. То есть, прям сильно аппарат не перегружен. Но, повторюсь, все это можно удалить при желании. Оно никак не зашито в прошивку. Ну, то есть, это все подвергается вашей чистке, как говорится. Ну, и что еще добавить? Лазерный дальномер. Вот, дистанциметр. Начать измерение. Ну, и, собственно, конечно же, его немножко надо откалибровать. Так, включая инфракрасное. Сейчас вот пошел сигнал. Вот он, лазер. При помощи лазера все это дело вымеряется. Можно попутно поиграть с вашими животными домашними. Коты это просто обожают. Особенно мои. Сейчас я уже тут замерял, я назамерял. Так, начать измерение. Сейчас куда он стреляет? Ну, в принципе, сейчас он упирается в монитор. Ну, где-то примерно так вот, в районе 40 сантиметров. Опять же, на глаз до монитора, который стоит впереди. Но лучше, конечно же, это все на улице. И тут же так же можно. Ну, в смысле, на улице. Выйдем. Сейчас, может, что-нибудь подсниму. Где-нибудь померим. Так, что у нас тут? Измерение площади по сторонам. Ну, и, ребятки, тут еще можно кубы, кубическое пространство измерить и так далее. То есть, по трем сторонам, по ребрам. Ну, я думаю, для бытовой эксплуатации полезная штука. Но больше всего она будет важна, так сказать, тем ребятам, кто задействован в сфере строительства и так далее. Кто часто этим пользуется. Ладно, но сейчас переходим к синтетическим тестам и играм. Сейчас ставим Antutu, прогоняем разиков в пять и смотрим, что же нам наш герой сегодняшний выдаст. Ну, и в Antutu девятой версии этот мега-брутальный монстр набирает 382684 очка. Что, в принципе, соответствует, опять же, неплохим показателям для Helio G99. Ну, быть может, не суперрекорд, но, я бы сказал, серединка со знаком плюс. Опять же, проходили пять раз тесты. G99, это один из, кстати, для многих на удивление, ребят, это один из слабо троттлящих чипов от компании Mediatek. Он неплохо-таки сбалансирован. Не скажу, что это прямо супер-мега-крутой в плане производительности чип, но в любом случае он стабильный. Это немаловажно для длительных, например, игровых сессий, да и вообще в целом для работы устройства. Итак, минимум было у нас 375 тысяч, а по максимуму было 389. В этих числах он колеблется, это, в принципе, там пара процентов, может у нас просадка и так далее. Опять же, для любых повседневных задач этого железа вполне себе хватает. Смартфон вывозит 120 Гц в интерфейсе и в нужных, так сказать, сопутствующих приложениях, которые, ну, поддержат самую высокую герцовку. Что касается игр, то, опять же, куда мы смотрим? Это стендов на максимальных настройках графики будет от 100 до 120 FPS какать. Притом, даже через час игры, через 2 часа, через 3 часа игры. Вот так вот. Ну, плюс ко всему тут 15 тысяч мАч, то есть это один из самых долгоиграющих, можно так сказать, игровых смартфонов начального уровня. Я не говорю, что это какой-то супертоп игровой девайс. Так, ну и если брать PUBG, это, ну, опять же, ставим низкие настройки графики и доступные 90 кадров. И, в принципе, опять же, будет скакать от 60 до 90, там, в зависимости от ситуации, нагрузки и так далее. То есть, как я уже сказал, G99 мы неоднократно тестировали. Чип вполне себе адекватный. Я бы его мог охарактеризовать, тем более, за 200, там, 220 долларов. Ну, вполне себе ок. То есть, в целом, опять же, ну, если посмотреть по характеристикам, по объему аккумулятора, неплохому, опять же, экрану, G99 и за 200-220 баксов, ну, ребят, адекватно. Вот без зазрения совести вполне себе адекватно. Притом еще и защита, ну, опять же, кому нужен защищенный смартфон на нормальном железе за этот прайс. Так, ну и 12 оперативы, расширяемые до 21, но это я считать так не буду. То 12 пусть будет на 256 гигабайт. Так, ладно, в общем, ребятушки, если хотите, давайте-ка сделаем отдельный подробный детальный тест этого монстра с FPS, нагревом и троттлингом во всех современных играх. Набираем 1500 больших пальцев вверх и отправляем на заботобильную битву в играх Blackview BV9300. В Blackview BV9300 у нас устанавливается один динамик громкоговорителя. Кстати, если взять его предшественника, то у него устанавливались два динамика от Harman. Один здесь, другой здесь, то есть полноценное стерео. Тут же тоже вроде как динамик под шефством Harman делался, но он тут один. Но производитель заявляет, что он громкий там, все дела. Что же, давайте-ка послушаем, оценим. Переходим в нашу переносную библиотеку YouTube. Напомню, у нас 256 гигабайт накопителей, из которых пользователь изначально из коробки доступно в районе 240 с копейками. Что, опять же, как по мне, более чем окей. А при стоимости устройства в 219 баксов, по акциям, то это вполне себе неплохой накопитель. Напомню, тут еще 12 оперативки. Так, ну и запустим-ка вот этот мы сегодня трек. Громкость, конечно же, выставляем на максимум. Ёлки-фа-фи. Не, ну динамик прям бас-соитый, очень громкий. Он громче, чем предшественник, точный. Прям такая колонка. Вот это. Ребят, очень громко, прям, ну, однозначно, процентов на 30 громче, чем предшественник. И, наверное, большинство других обычных смартфонов он точно задавит. И есть внизу. То есть, Харман тут вроде как работали. По качеству, вот именно по стиле звучания, очень похож на предшественника. Но, динамик сюда второй, и тут вообще вынесло все. Что же у нас по камерам? Ребят, фронталочка тут довольно несвойственная броневикам, аж на 32 мегапикселях. Я уже показывал, она сверху по центру дисплея. В принципе, такой закос по топ-сегмент. Ну и основная, может, похвастаться главным датчиком от компании Samsung на 50 мегапикселей. Также следом идет сенсор, это у нас ширик на 8 мегапикселей. И еще один таинственный датчик. К сожалению, я так и не нашел про него точную информацию. Вроде как это портретник. Ну, в теории именно так. Ну и, конечно же, вспышка. Так, что ж, ну, наборчик вполне себе окей для броневика, могу так сказать. Особенно за 200 с копейками баксов. Ну и смотрим, что он тут может нам показать. Управление вспышкой, HDR, соотношение сторон, дополнительные под эффекты, настройки. Так, максимальное количество мегапикселей сейчас стоит 13, если из этого режима снимать. Переход на широкий угол. Ширик у нас комбинированный с макро. Да, я так понимаю. Да, он у нас макро. Наверное, лучше будет показать вот так вот. Чтобы вам видно было, конечно. Вот. То есть, он вот фокусируется и, в принципе, заменяет нам макрообъектив. Это уже далеко не новость. Подобное мы видели на многих устройствах. Дальше идет вкладка видео. Тут у нас максимальное качество записи видео на широк Full HD. На основную камеру уже 2К. Ну, если уточнить, как по мне, это 2,5К. 2560 на 1440 точек. Есть тут система стабилизации или нет. Сейчас выйдем, протестируем, посмотрим. Ночной режим и 50 миллионов. Что бы это ни значило, а значит это то, что, ребятки, у нас тут 50 мегапикселей. И в этом режиме будет максимальное количество этих самых мегапикселей. В обычном режиме их будет 12. Они будут собираться по 4 штучки в один и получать больше света. Поэтому этот режим только для, так сказать, фото в хороших световых условиях. Конечно же, важная для броневика вещь вот этот пункт. Ну и дополнительный монохромный портрет, панорама, замедленная съемка, макрос или макросъемка. И, конечно же, ручной мануальный режимчик. И все, ребятки, возвращаемся обратно на фото. Выходим на улицу, берем наш танк за пазуху, если получится его за пазуху засунуть. Ну и посмотрим, что же нам покажут в части фото и видеосъемки. Субтитры сделал DimaTorzok Тест записи видеокамеры смартфона Black UBV 9300. Запись ведется, ребята, в максимальном 2К разрешении 2560 на 1440 точек. И вот такая картинка у нас получается при съемке с рук. Кстати, в максимальном разрешении у нас тут вроде как доступна еще и система стабилизации. Идем обычным прогулочным шагом. И я не могу сказать даже по дисплею смартфона, что картинка как-то сильно трясется. Не, вроде такого действия у нас не наблюдается. Опять же, это лучше, чем Full HD. Однозначно, при любом раскладе. Но хотелось бы уже 4К. Хотя, опять же, ценник смартфона, в принципе, такой еще гуманно адекватный. Поэтому, возможно, я многого хочу. Потому что качество записи видео вполне себе неплохое. Так, давайте-ка еще подлетим к листве нашей майской. И обкатаем систему автоматической фокусировки на макро. Ага, уходим на горизонт. Так, давайте-ка еще раз макро. И еще раз на горизонт. Кстати, ребят, совсем забыл. Тут можно поснимать еще и на широкий угол. То бишь, ширик тоже может записывать видео, правда, по максимуму. Это у нас получается уже Full HD 30 кадров в секунду. Но тоже вроде как с системой стабилизации. Еще раз всем привет, дорогие друзья. Сейчас запись идет уже на переднюю камеру этого мега-брутального монстра. И тут у нас, к сожалению, в 2К уже не поснимаешь. Тут такая вот народная раскладочка. Full HD 30 кадров в секунду. Честно говоря, в настройках я не нашел пункт системы стабилизации. На основной камере стаб точно есть. Сейчас смотрел материал. В принципе, стабилизирует срок вполне себе неплохо. Но так, опять же, для скайпа, ватсапа и тому подобное. Думаю, фронталочки тут вполне себе сгодятся. По качеству за свой прайс тоже все вполне себе адекватно. Ну и вот так у нас снимает передняя камера Black QBV 9300. Ну что ж, мои дорогие друзья, на этой ноте мы, как всегда, будем закругляться. Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить свой большой палец вверх. Подписываемся на канал, прожимаем колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики на нашем канале. А также посещаем все наши социальные сети. Наш YouTube, Rotoop, Яндекс.Дзен, группу ВКонтакте. Конечно же, сообщество в Telegram. Делаю посты с самыми кротыми ценами и скидками, которые только нахожу на просторах наших интернет-магазинов. Так и, разумеется, на Алиэкспресс. Крайне полезная штука, ребята, если хотите действительно сэкономить ссылочку на телегу, будет также в описании под этим роликом. В следующий раз огромнейшее спасибо за внимание и поддержку, виде лайков, подписок и одобряющих комментариев. Всем удачных покупок, действительно брутальных годных гаджетов и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok